Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, сегодня мы начинаем проходить игру Oda 1886. На самом деле, довольно ожидаемая игра, при этом, когда я увидел ее первые скриншоты, меня, конечно, поразила графика, но при этом как-то, не знаю, не цепанула меня слишком сильно. Но, тем не менее, последний обзор и вообще все вот эти вот отзывы, они говорят, что игра хорошая. При этом в интернете, как вы знаете, недавно разразился настоящий щит-шторм по поводу ее продолжительности. Кто-то говорит, что там на ютубе где-то прошли ее даже за пять часов. На самом деле, это глупая претензия, потому что автор сам признает, что он проходит игру по второму разу. Я, допустим, тот же Dark Souls, как вы знаете, по второму разу прошел за шесть часов, по-моему. Это не так важно. И кроме всего прочего, я дико соскучился по сюжетным играм. Именно по сюжетным коридорным играм, потому что в последнее время у нас дикая мода делать все с open-world, сэндбоксом и тому подобное. Это, конечно, хорошо, но в последнее время вышли Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, Dying Light тот же. Да много игр. Dragon Age. А вот таких игр, которые ты прошел бы, там, я не знаю, за пару-тройку часиков в день, там, пару-тройку вечеров, и забыл не так много, поэтому ордер вызывает интерес хотя бы по этой причине. Интересный сеттинг. Черт его знает, короче говоря. Будем играть с соблюдением атмосферы. Я буду молчать во время роликов. И, собственно, давайте начинать. Так, геймпад забыл включить. Я как обычно. Новая игра на стройке. Так, игра на русском языке. Говорят, что озвучка неплохая. Что еще нам тут может пригодиться? Я, на самом деле, мог бы это все сделать перед серией, но часто люди просят показать, что же, собственно, субтитры, конечно же, включены, потому что, может, кто-то там будет смотреть, ну, как его знает, на утюге, собственно. Новая игра, сохранение, не выключайте систему PlayStation 4. На данный момент это эксклюзив для PlayStation 4. На данный момент. Естественно, он и будет, собственно, эксклюзивом для PlayStation 4, просто потому что... Эээ... Игра разрабатывала силами Sony. Поэтому не ждите эту игру на компьютере, можете не спрашивать в комментариях, когда, что... Нет, просто нет. Не знаю, давай вытащим и проверим. Пусть поверим. Что он вопричал? Не знаю. Я не любитель задавать ввести вопрос. Не важно. С добрым утром. А мы-то с другом думали, ты уже покойник. Ну что, повторим? А мы-то с другом думали, что... Да я только начал. Ничего. Потом вернёмся и продолжим наше упражнение. Да. Давай. Вставай. Поднимайся. А вот. Действие происходит в альтернативной Англии викторианской эпохе. Ну, как вы, собственно, по названию видите, 1886 год. Ну давай. Давай. Соберись. Соберись. Орден — это орден, который воюет с ликанами. Это какие-то полулюди, полу-смери. Защищает обычных людей от них. Мы являемся членом этого ордена. Что происходит, не знаю. Да пипец, нормально начали. С самого начала нас измордовали так, что просто не передать словами. Игра очень кематографичная, так что самые юные наши зрители будут тут говорить в комментариях про кинцо. Но, собственно, вы понимаете, что такие игры тоже имеют право на существование. Более того, мы их все с вами любим. Кстати говоря, это игра в графон. Офигеть. Просто офигеть. Знаешь что, я боюсь, так он у нас недолго протянет. Двадцатый день ноября 1886 года. Ну вот, не так ведь и сложно. Что, поехали? Что происходит? Какого черта они нас мордуют? Ну как, готов? Это нужно время. Суй его, брат. Я никуда не тороплюсь. Говори, кто твои сообщники? Та цыпочка, да? Пора. Ты гаденок! Ох, офигеть. А наш парень-то не промах, у него еще хватило сил на все это после многократных, многодневных пыток. Товара, Дима, давай-давай-давай, прошу. QTE составляет большую часть геймплея. Я бы не сказал львиную, но они очень чисты. Потому что я знаю. Так, ну и вот, собственно, начинается геймплей. Первое, на что, собственно, вы можете обратить внимание, это, конечно же, графика. Графика просто невероятная. На данный момент игра, я не знаю, может быть одна из самых красивых. И формат изображения letterbox'а с черной полосы сверху-снизу, как было в недавнем Evil Within. Мне это там не сильно нравилось. Посмотрим, как это себя покажет здесь. Так, ладно, пора валить, и что-то совсем все плохо. Так, мы можем бегать. Ну как бегать? В таком состоянии особо не побегаешь, да? Держись, брат. Неделями. Пистолет, отлично. И он еще жив. Крепкий сукин сын. Для осмотра предмета используйте левый стик. Окей, прям как в A.L.A. Noire. Помните? Один патрон? А, вообще патрон везет. Стрельные гильзы на столе. Ну, хоть как, я не знаю, как оружием, прикладом. Там у нас замученный человек. Мы находимся, судя по всему, под Вестминстером. Где-то написано было. Так, плохо. Давай, родимый. Есть подозрение, что скоро сюда придут. Поэтому давай по-быстрому. Так. Давай. Главный герой чем-то неуловимо напоминает Джоэла из Last of Us. Это хорошо. Люблю Джоэла. Так. А это что еще за звуки? Это еще что такое-то? Какого? Это, наверное, те самые, про которых я вам рассказывал. Так. Нам это на руку надо уходить. У него, походу, ребра поломаны. Потому что, смотрите, он за бок все время держится. Что-то вообще плохо. Среди прочего, сама идея игры у разработчиков появилась после того, как они поиграли в Uncharted 2 Among Thieves. По их словам, игра вдохновила их на создание чего-то вот такого. Руки вверх. Ладно, друг. Какой эти друг? Ни слова. Заходи. Закрывай. Давай поговорим по-хорошему. Это ведь ты, верно? Заключенный, о котором все говорят. Отсюда только один выход. Выход ногами вперед. Зря ты вылез из этих катаконок. Закрывай, рот. Как скажешь. Помирать-то тебе не мне. Марш. Нас уже ищут. Стрелять на месте. Он вооружен. Он вооружен. Твою мать. Эй, тихо. Да пипец. Своих не жалеет. Так, давай, давай. А ты че думал? Ага, по ребрам. Так, давай. Давай. Стрелять на месте. Эй, сдавайтесь, мсье. Буду стрелять на пораженье. Сюда! Вы слышали выстрел! Быстрее! Сюда! Сюда! Зашелуйся! Он на крыше! А ну, подними руки! Игра кончена, Галыхат. Лучше сдавайтесь. Руки вверх, быстро! Руки вверх! Руки! Грей? Не надо! Я сказал, сдайтесь! А какой выбор-то есть, да? Руки за голову! В смысле, а в игре есть какая-то вариативность? Вы предали наш орден. Такое не прощается. Я мог не сдаться или что? Надо будет узнать попозже. Я уже ходячий мертвец. Прыгнул. Пипец. Офигеть. Не знаю, пока что игра воспринимается как очень крутое кино. Мне все очень нравится. Графика, конечно. Первым делом покупает график. Как вы знаете, встречает падежки. А графика в этой игре реально одна из самых лучших из тех, что я видел за последнее время. Галахат, ответьте. Галахат, отвечайте. Это штаб. Слышу вас, Персон. Решили подышать свежим воздухом? Прохладный утренний воздух, знаете ли, обостряет восприятие. Мне искренне жаль прерывать вашу слову. Но у нас множественные цели на обросы на спец. Каков приказ? Встретитесь в индийской кампании с игрой на игил, поэтому нейтрализуйте угрозу. Цель видите? Так, найдите здание кампании. Отображается в верхней части экрана. Удерживая L2, отклоняйте R. Так, ну, видимо, сейчас увидим. Вы просто посмотрите на этот графон, это же обалдеть. Прямо перед собой. Хорошо. Оцените ситуацию, вы действуете по обставительству. Никола выдал вам оружие? Да. SXM2 фальшон. Интересно все так осматривать можно. Прикольно. Все такое винтажное. Наша цель поймать их, а не перебить. Постарайтесь брать сумасшедших живыми. Понятно. Вы с нами? Мне нужно кое-чем заняться. Я найду вас после. Выдвигаюсь. Конец связи. Понятно. Я так понимаю, вступление пройдено, и можно начинать играть уже, собственно, в игру. Не, но этот город, его реально можно просто рассматривать. Цепелины какие-то на заднем плане. Офигеть. Почему-то все это дико напоминает Dishonored. Но при этом со своим таким, да? Все это жизнь снизу бьет ключом. Очень-очень круто. По озвучке хочу сказать несколько слов. Насколько я знаю, я не точно знаю, но, по-моему, озвучкой занимается, как это правило бывает у Sony, Soft Club. Soft Club, как правило, я считал образцом, то есть по локализации. Но в данном случае голос главного героя, я слышал в английской версии, в русской ничего общего не имеет. Не знаю, ну, как-то вот просто непривычно слышать. Но, тем не менее, не знаю, подходит, не подходит. Наверное, подходит. Черт его знает. Понятное дело, что эстетят сейчас скажут про то, что лучше играть в оригинале всегда. Но я не соглашусь. Мне, с одной стороны, конечно, приятно слушать оригинальную озвучку, но далеко не всегда. Как-то, когда слышишь родную речь, а родная речь у нас, напомню, пока что русский язык, все-таки как-то более органично все это воспринимается. Не знаю, конечно, сколько людей, столько мнений. Я пока просто хожу и рассматриваю помещение. Я практически в каждой последней игре говорю, что вот как круто, что технологии пришли к тому уровню, что разработчики уже просто вынуждены, чтобы все выглядело нормально, то есть, естественно, наполнять помещение кучей деталей. И вот это один из тех случаев, когда... Вы просто посмотрите, здесь реально какие-то рюшечки. Здравствуйте. Доброе утро. Я не буду как-то спешить проходить эту игру, то есть, это будет неспешное прохождение. Я, конечно, когда так говорю, как правило, пропускаю кучу всяких очевидных вещей, но я постараюсь показать то, что... Не просто идти вот по сюжету, нам по сюжету там по лестнице, судя по всему, надо... Что там? Кто-то что-то разговаривает. Я постараюсь как-то передать вообще этот мир, то есть, чтобы вы вместе со мной дышали им. Я думаю, это будет интереснее. Просто ломиться вперед. Я не хочу игру за пять часов пройти. Я хочу... Вон там Digital Foundry, по-моему, выложили таймлапс игры, они прошли ее по первому разу за семь часов. Ну, тоже торопились вроде как. Так, а что это у нас такое? Таинственное исчезновение в Атчепеле. Это белая часовня. Так, на самом деле, могли бы как-то с субтитрами, как в этом Last of Us перевести текст, потому что... Ну, сейчас я просто не увидел там ничего такого важного, но если что, я буду вам переводить. Круто надраивает. Настоящие дубовые перила. Круто. Что это у нас на столе? Картина. Так, нажмите треугольник, чтобы перевернуть объект. Окей. 1886 год. July. 20 июля. Добрый день, Александр. А я не отражаюсь? О, все, плохая игра. Он инсталл. Кстати, вы знаете, с нынешними ценами на игры... Раньше, как там говорили, кинцо за 2300, по-моему. Ну, самые наши юные зрители сейчас будут говорить кинцо за 4000. Потому что эту игру я по предзаказу купил за 4000. По-моему, это очень дорого. Поэтому на консоли я сейчас покупаю только эксклюзивы. Не знаю. Пока что я не могу сказать, что там хорошая, плохая игра. Поэтому давайте просто осматривать. Стоит она того, не стоит. Что-то там... Не работает. Что это? Валик со звуковой записью. Так, нажмите Options и выберите пункт Архив. Так, Options. Архив. Так, мы можем его воспроизвести? А теперь я могу выйти? Нет, я только так слушаю. Да, блин. Вы знаете, я думаю, вы уснете, если я буду вот так вот это все давать прослушивать до конца. Просто кому интересно, ставьте на паузу и читайте. Я сам обязательно почитаю. Потому что пока интересно реально отдвинуться вперед. Весь текст на экране. И я не могу сказать, что диктор считает это все с выражением. Как-то так. Не знаю, пока что озвучка честно, скажу честно. Вот по первым впечатлениям, по сравнению с тем, что... Я направляюсь на улицу. С тем, что я слышал в оригинале. Понял. Не так, что прям очень нравится. Так, прыгать? Вы что? Нормально. А сколько главного героя лет? Я понимаю, там баки, конечно, но лет так на 40 выглядит, да? Ох уж этот графон. Так, ладно. Я что-то просто рот раскрыл, глазею. Я знаю, Ютуб, как обычно, пережмет. Но поверьте, в оригинале картинка просто реально дышит жизнью. Она очень красивая. Так. Окей. Галахат, Игрейна, что слышно, зло поэта? Ничего. Я тоже. Водя убивается за очередной юбкой. Ну, словом, все как обычно. Понимаю вашу тревогу, но поверьте, он славный парень. Как скажете. В любом случае, мне некогда его искать. Я даю последние указания, Констеблем. Понятно. Не знаю, это вот именно напоминает Dishonored. Dishonored наполовину Steve в последнем. Что-то такое в атмосфере. Что пишут? Так. Ring of Nibelung. Richard Wagner. Так, понятно. Какая-то брошюра. Так, подожди, может перевернуть ее можем? Все, никак не привыкну. Оно сзади смотреть не на что, кроме потеков грязи. Ладно, пойдем. Пока что, короче, не боевая часть такая, чтобы мы просто прониклись миром, там все дела. Я так понимаю. Ну, типично, да? Вспомним тоже Bioshock Infinite. Цок-цок-цок. Реально 19 век. Порося, говядина. А че с тобой такое? Так, ладно, пойдем. Стилистика очень крутая. Персонажи как живые. Галлахат, нужно оцепить весь квартал, только незаметно. Как вы так быстро добрались? Мастерство. Должна признать, вы весьма проворны для человека ваших лет. Негоже юной деве напоминать рыцарю о его преклонном возрасте. Боже, упаси. Эта дева ни за что бы не позволила себе подобную бестаку. Конечно, изи. Ни за что. Изи. Окей. Хорошо. Кто наши цели? Беглые умалишенные. Персеваль считает, что это уловка повстанцев. Будем надеяться, вы еще в форме. Не забывайте, кто ваш учитель. Он был лучше всех в свое время. Был. Вы и сейчас хороши. Но я лучше. Да, мам. Игрей, ответьте. Как точно, Персеваль? Беглецы замечены у вас точного входа на станцию метро и индийской компании. Их надо перехватить. Поняла. Идемте, Грей. Нам пора. Пойдем. Как вы понимаете, да и может и не понимаете, геймплейная игра является, ну, на данный момент, как это сказать, клоном механики Gears of War. То есть, потому что я видел по геймплейным трейлерам, которые выкладывали по демонстрации геймплея, вот эти вот перекаты, укрытия и тому подобное, все именно оттуда. И прям по ощущениям вот точно так же играется. Это хорошо, потому что герзы я последние играл очень давно, и с тех пор что-то ничего в том жанре, ничего такого хорошего особо не было. Так, а есть что посмотреть интересного? А мы рыцари, мы их защищаем. Что, через подвал какие-то пойдем? Так, а я целиться пока не могу. Или мне не сказали как? Народ, расходимся. Действует спецназ. Нет, действует орден. Так, подожди, а есть что-нибудь? Блин, я хочу все посмотреть, но она меня так тянет вперед. Пианино Итана. Так, в кружок, чтобы занять укрытие. Давай, учи меня доставать оружие. Так, окей. Хорошо. Блин, да научите меня целься уже, вот. Окей. Да, вывлазь. Перезарядимся. Перезаряжаться квадратиком, понял. Так, а можно как-то основное оружие? Пока нет, походу. Жаль, что меня ограничивают. Так, ну-ка. Зональную систему повреждений. Смотри, дырочки остаются. Круто. Да пипец, они реально в таких робах. Вы двое. А ну, дуйтесь сюда, нужна помощь. Ну. Марш. Давайте, паразиты. Да, вывлазь. Ты глядц, убийца. Так, хорошо, теперь можно взять основное оружие. О, суперски. Хэт. Что-то далековато, плохо видно. Погнали. А, там положил кого-то, что ли? Целиться, в принципе, удобно. Смотри, вот это вот что такое? Тер-1, интересно. Это... Ладно, сейчас разберемся. Патроны можно набирать с трупов. Хорошо. Блин, давно в такое не играл, соскучился. На лестнице! Свободен. Винтовка как-то вводит, странно. Надо привыкать. Так, ладно. Переметнемся. Да, вывлазь. Касарик. Да блин, живой. Я что, блин, для того, что ли, столько в Дестине играл, чтобы промахиваться? На, получи. Беглецом покончен. Да, четкости не хватает. Свободен. А есть какая-нибудь циркулярная пила на винтовке? Было бы очень кстати. Пока что изи вообще. Так, а зачем я пистолет поменял? Мне мой нравится. Пистолет, кстати, что-то побольше, по-моему, как стреляет. Как ни странно. Блин. На, получи. Так, ладно, давай лучше этим. Так, я не пойму, но там что-то мыло какое-то и... А нет, это не человек. Где ты, касатик? Где ты здесь, я слышу. Нет, где-то там. Так, патрошки пригодится. Я вперед могу побежать к укрытию? Ну, как-то так. Да, блин, я же ему попал последней пулей. Так, в атриуме. Окей. А, ладно. Я попробовал. Слушай, не знаю, прикольно. И к шоу он такой. К нему привыкать, конечно, надо, но он неплох. Я заметил. Аккуратнее, я сейчас дверь прошибу. Ну, я же говорил. Что мне делать? Мне подойти, открыть? Нет. А, вот, точно подойти, открыть. Что такое? А, это глушилка? Я думаю, это подствольник. Окей. Я все боялся в этого попасть. Она не раздумывала. Она просто убила. Лизинь. Вы целы? Проклятье. А, че она делает? Да, пипец. Вы че там вообще? Какие-то конченые. Да не перебьют. Сейчас, давай по-быстрому. Она, похоже, как-то похилилась, что ли? Наверняка подлечилась. Так, дымовые. Нажмите вверх, чтобы выбрать. Кидаем. Можем задержать и кинуть. Так, теперь пошли. Это еще че? Вот сейчас будет больно. Да, пипец. А, быстрее, быстрее, быстрее. Опасно? Враги? Ну, так, в принципе, сложность. Поначалу играл легко, но... Уже это... Мне показалось, или... Прицел подводится немножко. То есть, помощь в прицеливании есть какая-то. Наверное, не показалось. Так, он там справа бежит. Блин, если бы я знал, что я могу к кому-то подбежать и дать ему прикладом... Я бы, на самом деле, сейчас рашить начал. Ну, а не, я не могу сказать, что как-то там... Готов. Метко стреляет. Я думаю, дальше будет хуже. Слушай, парень, не надо так делать. Так, короче, че еще делаем? Сейчас просто рвемся вон туда направо. Там какой-то касатик. Мы его сейчас просто решетим. Эм, куда он подевался? Да у вас. Свободен. Так, еще один. Тогда вы власть, ну. Живой, скотин. Уже нет. Я сам знаю. На самом деле, игре не помешало бы КООП, но на данный момент никакого мутоплеера в игре нет. Прям как-то, я не знаю, два персонажа, я думаю, в КООПе это было бы весело. Что это? А, это пистолеты, патроны. Не знаю, но экшон такой, как вы видите, не знаю, чувствуется ли это по видео, но он такой вкусный. Стреляет прикольно. Мясо, кровище, там все дела. Но бошки, конечно, не разлетаются. Вы знаете, я такой слегка маниковатый парень. Люблю кровищу в играх. Он у Финштейна меня очень порадовал. Надо очистить третий этаж. Ну, стреляет прикольно. Там что-то брызгает. И как вам? Все нравится? Вполне. Обычное лондонское утро. Неужели? Хочется верить, что это лишь начало. Она по нему сохнет. Но меня интересует, ей только что прострелили плечо, вот это вот она что-то занюхала там, и все, типа, нормально. Вон там кровище, все потекло. Тихо. Причем сзади вроде как выходного отверстия нет, пуля застряла в плече, да? Да ведете нам сегодня пострелять? Вот так посмотреть, вон. И не говори. Я весь в предвкушении. В предвкушении, ну давай. Так, ладно, допустим, продолжим зачистку. Патронов не так, чтобы много, поэтому перейдем на пистолет. Есть кто? Я могу к нему подкрасться как-нибудь, нет? Тихо, 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 тихо. Наро. О, жестко ногу сломал. Так, на нас спалили. Так, берем чужой пистолет. Руку спрячь свою. Пистолет Гуану. Берем свой, свой получше. Да блин. Так, хедшотам надо привыкать, но пока что вроде справляемся, да? Слушай, вот эти вот замашки капитана очевидности у главного героя. Он после убийства каждого врага будет говорить про то, что вот такие вот дела, да? Слушай, не знаю, неплохой ресторанчик. Так, а можно у кого-нибудь патронов для винтовки подобрать? Мне бы не помешало. Блин, ну красивая, красивая игра. Но при этом... Не знаю, короче, как характеризовать. Ну, в общем, красиво. Ничего не буду говорить, просто красиво. Я ищу всякие секретики, но пока что не нашел. Поэтому просто пойдем вперед. Хотя, на самом деле, знаете, давайте мы на этом, наверное... Жди как Галлахат. Галлахат сейчас разберется с делами. Поговорить с подписчиками. А после этого мы продолжим. Короче говоря, я хочу сказать следующее. Давайте на этом мы закончим нашу первую серию. Буквально чуть-чуть попозже выйдет вторая серия сегодня же. Потому что за эту игру я хочу засесть плотно. И, наверное, сегодня же еще потом и третья серия выйдет. Потому что, ну, блин, охота поиграть в эту игру. Короче говоря, что я хочу сказать. В принципе, все, что... Я знаю, они там за дверью. Успокойся, изи. Игра, во-первых, очень красивая. Нормально так. Очень прикольно выглядит. Есть, конечно, определенные огрехи. Пока же самый большой недостаток для меня это Letterboxd. Мне не нравятся черные полосы сверху-снизу. Никому, по-моему, они не нравятся. Когда он Eowithin вышел, люди это критиковали. Так что разработчики в итоге выпустили патч, который эти полосы убирает. Ну, при этом криво. Они просто обрубили слева и права экран. И в итоге, чтобы у нас получилась картинка формата 16 на 9. Боевая система. Боевая система крутая. Враги, я не могу сказать, что отличаются большим умом. Но это, наверное, пока что в начале. Потому что, как вы видели, часто они просто очень медленно перебегают от укрытия к укрытию. При этом играется это именно как Gears of War. Я соскучился по Gears'ам, поэтому мне эта игра нравится. Что там по сюжету, что там по окружению, я пока не скажу. Потому что, ну, никто не знает еще. Потому что мы игру только запустили. Короче говоря, вот такая серия. Не забывайте поддерживать, делиться видео, ставить пальчики вверх. Это очень сильно помогает. И увидимся через несколько минут. Или там часик, может быть, в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok